Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Депутатский наказ. Новый спортивный зал появится в Хадетской школе при поддержке представителя Губани в Госдуме Ивана Демченко. Поедем-поедим анапские рецепты. В нашем городе идут съемки гастрономического путешествия британца. Подворье Старого Грека. Уникальный объект агротуризма появился на нашем курорте. Патриотическому воспитанию в кубанских школах нужно уделять больше времени. Об этом губернатор краеве Ниамин Кондратьев говорил накануне со своими заместителями. По словам главы региона, подрастающее поколение все больше интересуется историей своей страны. Цитирую, патриотическая работа с молодежью должна продолжаться не только в канун 9 мая и неделю после него, но и весь год. Пусть и в школах, как продолжение бессмертного полка, будут уроки мужества. Мы должны вернуться к нашему прошлому. Давайте ведем посты номер один. Нет ничего такого, чтобы ко всем мемориалам во всем крае встали наши дети. Это всегда было гордо и почетно. Стоять у поста номер один. Давайте возродим на Кубани эту традицию. Конец цитаты. Также губернатор обратил внимание на создание в школах поисковых отрядов и музеев боевой славы в каждом муниципалитете. В Анапе сегодня стало на 10 новоселов больше. Муниципалитет приобрел квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по программе «Дети Кубани». Наверное, эти ребята больше многих других мечтали о кошке, важно перешагивающей через порог новой квартиры, собственной светлой кухне, свистящем чайнике на плите. Теперь их заветная мечта сбылась. От имени главы Анапы Сергея Сергеева счастливых обладателей жилья поздравила его заместитель Людмила Мурашова. В этом году вы первые, кому будем сейчас вручать ключи от квартиры. Я надеюсь, что вы не последние люди, которые будут иметь положительные эмоции. Нужно сегодня отметить и обязательно поблагодарить администрацию Краснодарского края, потому что этот вопрос стоит на контроле у нашего губернатора Кондратья Владимировна Ивановича. Программа, вы знаете, федеральная. Этот вопрос стоит на очень чутком, на очень строгом контроле у нашего главы Сергея Павловича Сергеева. Он лично заинтересован в каждой квартире, в каждом ключе. Лично контролирует, ездит на стройки, смотрит те квартиры, в которых вы сегодня будете жить. И я думаю, что это очень хорошо. Я не буду долго говорить о чиновничеях, о каких-то делах. Мне хочется чисто по-человечески поздравить вас в добрый путь в новые дома. От имени депутатов Новоселов приветствовал заместитель председателя совета Александр Смирнов. От имени отчества Леонида Ивановича, председателя совета, от всех депутатов, от себя лично, пожелать вам нормального, хорошего человеческого счастья. Среди владельцев нового жилья студенты и молодые родители, казачьи урядники и предприниматели, а все вместе в этот день – счастливые новоселы. Иметь свою квартиру – мечта каждого из нас. Прийти в свой дом после работы, в островок тепла и уюта – мечта каждого. Хочу поблагодарить руководство города Анапы, руководство Краснодарского края, руководство города Краснодара за предоставленный, созданный праздник. Спасибо вам большое. Сегодня муниципалитет готов купить еще 137 жилых помещений для детей-сирот, нуждающихся в собственном жилье. Депутат Госдумы Иван Демченко посетил кадетскую школу в поселке Пятихатке. Он пообещал содействие в строительстве спортивного зала в этом учебном учреждении. Согласно замыслу, здесь могут также заниматься дети и подростки из соседних населенных пунктов. У нас без раздевалки уже. Без раздевалки. Ну, у нас занятия идут где-то 20 человек в класс. Ну, а это если строить, это вы смотрите. Депутат Госдумы Иван Демченко и заместители главы города-курорта Анапа осматривают холл кадетской школы в поселке Пятихатке. Здесь необходимо построить спортивный зал, и парламентарий заявил, что поможет деньгами на условиях софинансирования. В том случае, если новое спортивное сооружение будет открыто для детей из соседних населенных пунктов, в их числе Сбонабалка, а возможно и Анапа. Невозможно все в один год сделать, но я так думаю, что на следующий год мы сделаем проект, и по возможности вот этот весь округ, это все должно замкнуться на этот спортзал. Потому что я знаю, что там, где мы построили уже на сегодняшний день, детская преступность падает в 10 раз. Это, вы понимаете, это имеет не только социальную, но и воспитательную очень большую роль. План на этот год, к началу октября, отремонтировать бассейн «Виктория», который пострадал из-за деятельности владельца соседнего земельного участка. Он начал работы в непосредственной близости от стены спортсооружения. Эксперты говорят, что фактически получился подкоп. Теперь нужно ремонтировать и фундамент, и коммуникации бассейна. Администрация города оплатила проектные работы. Демченко гарантировал, что выделит из специального частного фонда 10 миллионов рублей. По его оценке, еще 6 миллионов рублей необходимо будет привлечь из городского бюджета. Ранее парламентарий отметил, что в сегодняшних непростых экономических условиях подобные задачи можно решать только командой, и что с властями Анапы в этом смысле у него складываются конструктивные отношения. Все у нас на местах сегодня губернатор порядочный, глава нормальный, президент сильный. Вы понимаете, в чем дело? Но надо работать, чтобы потихоньку двигаться дальше. Депутатский округ Демченко включает Карпинск, Абинск, Славянск-на-Кубани. Не так давно к нему добавили Тимрюк и Анапу. Иван Демченко на встрече с анапчанами заявил, что готов заниматься социально значимыми вопросами. Прошедшие майские праздники Анапу посетили множество гостей из разных уголков России и ближнего зарубежья. Но, как оказалось, и мировые знаменитости отметили День Победы в нашем городе. Джон Уоррен, ведущий популярной программы телеканала НТВ «Поедем, поедим». И съемочная группа этой передачи в минувшие выходные дни снимали в Анапе и окрестностях очередное гастрономическое путешествие. Нам удалось познакомиться с Джоном и получить поздравления для всех жителей Анапы. Дорогие телевизители Анапы-регион, хочу, во-первых, поздравить вас с прошедшим праздником. Я видел, насколько народ стойкий в России, настолько неважно, что ты богатый, что ты нефтяник, бедный, без работы, разведен замужем с детьми или нет. Практически каждая семья потеряла и вспоминала о попавших 9 мая. Это было очень трогательно. И я хочу желать, чтобы никогда больше такого не повторилось. Чтобы всегда царила любовь, благополучие, ну и чтобы ваше вино выиграли много конкурсов мировых. Программа «Поедем, поедим» об анапском гастрономическом путешествии британца Джона Уоррена выйдет на телеканале НТВ уже 29 мая. В это воскресенье на набережной Анапы будут выступать творческие коллективы с осей Кубани. Так в городе-курорте откроется культурная программа фестиваля «Гермея», посвященная Перекрестному году Греции в России и Году России в Греции. Основное действие в 16.00 начнется возле парк-отеля. Это силами всех греческих пантийских коллективов городов Краснодарского края – Сочи, Геленджик, Новороссийск, Крымский район, Анапа, естественно, и другие города. Они приедут и в 16.00 покажут свое искусство, свое мастерство на открытой площадке под открытым небом. На территории нашего муниципального города-курота Анапы, естественно, проживает много национальностей, поэтому в этой культурной программе будут участвовать и казацкие коллективы, и коллективы армянской диаспоры, и других коллективов. То есть, вот это братство, которое каждый показывает свое искусство, свои возможности, я думаю, это здорово объединяет и говорит о том, что мы здесь в мире есть согласие все. Попробовать настоящее вино сегодня могут лишь избранные. По оценке экспертов, в мире лишь 2% этого солнечного напитка можно назвать натуральным. Остальное – так называемые сформированные вкусы. С недавнего времени уникальная возможность появилась у анапчан и гостей нашего города. На финишную прямую вышла реализация инвестиционного проекта по созданию многофункционального центра по организации винного туризма. Среди первых посетителей была и наша съемочная группа. Здесь все только натуральное и свое – от виноградников до производства. Даже некоторые элементы технологической линии делали по эксклюзивным чертежам Валерия Асланова, а назвали многофункциональный центр в честь предков, основателей их семейного дела – подворье старого грека. Все началось два года назад. Идеи развивать в Анапе винный туризм поделились с главой города. Сергей Сергеев одобрил. Подписали инвест-договор с администрацией и дело пошло. Я хочу сказать в этом плане огромное спасибо всем, кто нам оказывал в этом плане содействие. Это тот случай, что за 62 года моей жизни впервые мы почувствовали плечо, которое действительно реально нам помогало. Винзаводов сегодня на Кубани много. Только о качестве продукта за время развала Советского Союза многие забыли. Спрос рождает предложение. Вот и появились дешевые так называемые разливайки на всем побережье. И это, по словам Валерия Асланова, серьезно подорвало авторитет отечественных виноделов. А это сотни людей, которые ежедневно вкладывают труд и душу в свою работу. Вот Валерий Старович за сегодняшний буквально час несколько раз употребил такую фразу. Я даже не запомнил, как они называются. Вин, как это? Наливайки. Наливайки. Вот. Я обязательно запомню эту фразу. Так вот, это позор для нашего города. Наливайки. А поверьте, я очень хорошо знаю ситуацию. Люди едут еще и попробовать настоящего кубанского продукта. Не только вина. И овощи, и фрукты, и мясо, и сыр, и все-все-все. И вино в том числе. Ну, когда мы их поем тем, что даже вином трудно назвать, это одно. А вот это гордость наша. И чем больше таких предприятий будет, я имею в виду не по количеству, а может быть там у Валерия Старовича будет одно, второе, третье, десятая точка именно винного туризма, это будет замечательно. Сегодня многофункциональный центр по развитию винного туризма – один из крупнейших проектов в этом направлении. За четыре года в него предполагается вложить порядка 120 миллионов рублей частных инвестиций. Когда производство заработает на полную мощность, в сутки здесь смогут перерабатывать более пяти тонн винограда. Помимо появления престижного для города и привлекательного для туризма нового объекта, это еще дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Уже в этом сезоне здесь намерено открыть для туристов дегустационный зал и организовать экскурсии по виноделью. А полностью сдача центра запланирована на следующий год. Общественный транспорт под особым контролем. Сотрудники ГИБДД проводят проверки пассажирских автобусов. В преддверии нового сезона на этот вид транспорта серьезно увеличится нагрузка. Вопросам безопасности при проверке уделяется первоочередное внимание. В случае нарушения водителю и владельцу автобуса грозит серьезный штраф. Сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические рейды по местам, где производят остановку маршрутные транспортные средства. Также проверяются автовокзалы с целью выявления нарушений. Проверяются водители по базе нарушителей с целью выявления водителей, которые не оплачивают штрафы. В связи с приближающимся сезоном 2016 года увеличивается пассажиропоток. Транспортные средства тоже под большой нагрузкой будут перевозить, потому что Анапа у нас город маленький. Так что все транспортные средства у нас должны быть в хорошем состоянии. Финальный этап футбольного турнира в рамках четвертой летней спартакиады Кубани стартовал в Анапе. Путь к этой части соревнований начинало 44 команды со всех районов края. Лучшие 10 сейчас приехали на курорт, чтобы наконец определить сильнейших. Наш город также пробился в эту десятку. Команда из станицы выселки Аполлония приехала в Анапу с твердым намерением занять максимально высокое место. И, как говорится, взяла с места в карьер. Первую игру против сверстников из Тимашевска выиграли 3-1. По признанию Данила Кольчевского, в этот спорт он попал случайно, а играет уже 8 лет. Для него теперь это не просто игра. Турнир – отличная возможность проверить свои силы. А в дальнейшем свою жизнь он хочет связать с профессиональным футболом. Физрук сказал, что в выселках есть тренер. Отвез, понравился и так попал в команду. В 8 класс, в 9 буду пробовать в Кубань. Пока Кубань в Краснодаре. То, что это спартакиада – отличная возможность для ребят проявить себя и устроить свое дальнейшее будущее, подтверждает и главный судья соревнований. Именно на таких турнирах и находят представители футбольных клубов молодых игроков для своих команд. Играют практически 15-летние ребята, у которых есть перспектива дальнейшего прогресса в области футбола. И поэтому здесь много будет специалистов футбольных, селекционеров, тренеров, которые будут наблюдать и отбирать для своих команд лучших из лучших. Но основная цель этого турнира – отобрать лучших игроков. Они войдут в состав сборной Краснодарского края и примут участие в спартакиаде России, которая пройдет в Крымске. А финальные игры этих соревнований намечены на 15 мая. Уважаемые жители и гости города-курорта Анапа, в связи с проведением ежегодных гидравлических испытаний теплотрасс, теплоэнерго уведомляет об отключении горячего водоснабжения с 11 по 25 мая текущего года и приносит извинения за временные неудобства. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok